всем привет мы продолжаем серию видео обзоров от басби драм-шоп речь идет о выставке нам 2018 и сейчас мы с вами находимся на входе стенда компании pearl такой экран расположен где демонстрируются возможности новинок 2018 года ударных установок вот такой огромный модельный ряд представлен постараюсь показать название каждой установки начинается как всегда с каких-то бюджетных специфических сетов мидтаун сет 16 бас барабаном малый барабан томик десяточка и 14 напольник перл экспорт в свете chrome кленовая декада кристалл бит серия кристалл бит ударная установка сэшн студия селик ударная установка серии мастерс легендарные рабочие лошадки кленовые с малым барабаном относительно новой серии модерн утилити которая появилась семнадцатом году в данном случае это по моему алюминий либо сталь с порошковой какой-то окраской еще барабана серии мастерс такой красивый матовый такой снежный тоже легендарная ударная установка серии референс новый барабан референс 14 на 6 с половиной шикарные барабасики а вот здесь представлены представлена установочка просто потрясающего цвета такой сперкл чума при правильной правильном освещение смотрится просто фантастически надеюсь видео передаст окрас пойдем дальше соник селик мастер воркс ударная установка мастер воркс тоже легендарная вот блин 33 легенды мастерс референс и мастер воркс топчик от компании первого еще одна установка мастер воркс в данном случае с 24 бочечкой 24 на 14 многие говорят особенно студийные музыканты что это типа идеальная глубина бас барабана на 14 вот такой мастер воркс с 18 бас барабаном очень приятный сетик 14 флор том 12 томик и с нейр 14 на 5 соник целик шел дальше у нас такую такая установка полу скулу мастер воркс с глубокими томами и вот в такой необычной расцветке еще один мастер воркс расширенный с подвесным бас барабаном вот второй бочкой обратите внимание на стоимость данного сета ой что это задрожал стедик да стоимость такая вот 8668 долларов то есть это порядка четырех ста тысяч да где-то чуть больше может быть нет почти шестьсот вот десять это пятьдесят пятьсот восемьдесят в данном случае это четыреста пятьдесят может где-то да против не менее как да так интересно настойка держится ну вообще конфигурация а кто бы наверно там стоят два октабанчика есть лодки профессора бочка да вот референс двадцать шестая бочечка такая глубиной тоже 14 дюймов ну такой вот солидный оркестровый скорее всего биг бендовый такой вариант да вот так а какой серии эту установку посмотрим неференс нет названиями виду самого сета референс 26 на 14 18 на 16 флор 16 на 16 флор и 14 на 10 томик 14 на 8 малый барабан кстати очень приятный размер вот такая вот штука бомбочка такая еще один референс в данном случае у нас реклама кое-кого происходит еще дополнительно на стенде в данном случае вот здесь вы можете опробовать возьмите электронную установочку давайте расскажем про что это давай давай расскажем поближе вот там можно сделать вот это достаточно долгожданный модуль который вышел в прошлом году еще но он анонсирован был в прошлом году это перл совместно с известным производителем софта стивен слейд драмс выпустили вот этот модуль ну можно сказать что это за последние 20 лет единственное новшество в электронных барабанах потому что нет не единственное компания ямаха вышла в этом году кое-что убойное я тебе покажу сегодня на стенде ямахи ты будешь впечатлен покажи сюда современный абсолютно модуль с сенсорным экраном со всеми фишками с укуплентовыми сэмплами стивен слейд драмс все прекрасно там карта памяти есть есть куча расширений в общем все как помогает все достаточно компактно по сравнению со многими модулями нужно сказать о том что этот модуль абсолютно всеяден что касается восприятия триггеров любых компаний любых брендов потому что Perl в прошлом году показал это на деле они создали установку и разные пэды разных компаний там были и Роланд и Ямаха и Перловские какие-то пэды да и триггеры и работать все это очень круто это был хороший такой шаг ну как бы то что я сказал что единственное ну не то чтобы единственное это просто первый реально современный модуль в нашем понимании в современном вот времени потому что все модули они примерно одинаковые где-то плюс-минус хорошие там или плохие звуки и так далее но это реально современный модуль который можно загружать обновлять постоянно сэмплы сэмплы от мирового производителя сенсорный экран все удобно и так далее все настройки это конечно круто и плюс он такой компактный спорить не буду я согласен с каждым словом но повторюсь Алексей не видел еще кое-что кое-чего что представила компания Ямаха в 2018 году на Нэмшоу и сегодня мы этот обзор обязательно снимем но сейчас речь идет только о Перл так ну вот маршевые барабаны представлены еще перкуссия новых педалей в этом году мы не увидели то есть здесь представлены все те же модели покажи очень классные рамы перкуссионные на колесах пойдемте покажем перкуссионные рамы на колесах это новинка вот она да 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 это очень удобная штука я такую штуку видел и по-моему я видел ее как раз в Ярославле на конкурсе барабанщиков который проходил в прошлом году я тогда еще сказал что да это очень удобно то есть мобильная такая штуковина эти все перловские клэмпы как на стандартной раме те же клэмпы те же скажем так держатели для малых барабанов используются в данном случае это тысячная серия да клево столик такой перкуссионный еще оркестровые пластики оркестровые оркестровые малые барабаны с симфоническими подструйниками там разный тип подструй хочешь тебе бронзовые хочешь никель хочешь какие угодно хочешь все три сразу да ну то есть оркестровые ребята знают такие малые барабаны так сейчас в очередной раз происходит демонстрация миди вибрафона маримбы вернее вибрафона так ну повторюсь по педалям в этом году ничего нового все то же самое но это самое то что зарекомендовала себя за долгие годы насколько вы помните что в прошлом году появилась видоизмененная легендарная 2000 2000 серия и двойных педалей одиночных она получила артикулы название 2050 и 2052 соответственно здесь у нас изменилось кое-что важных узлах в данном случае речь идет о вот этой части где пружина то есть появился скажем так узел который стоял на демон драйве до этого новые эксцентрики появились то есть сам кулачок видо изменился вот но в целом это колотушки немножко да вот и красные такие вот штучки вместо черных вот в целом как бы это старая добрая двухтысячная педаль которая обладает огромным количеством настроек и ее можно вполне назвать универсальной вот серия redline надежные очень надежные универсальные долговечные педали ребят наверное мы на этом закончим обзор здесь перкуссия а мы идем дальше нам предстоит еще очень много снимать пока там мы это что